Музыка Не, я конечно понимаю, что вот у некоторых девушек бывает комплекс роста, они покупают огромные каблуки, блять, но... Вот насколько надо комплексовать по поводу роста, чтобы, сука, разговаривать с человеком, стоя, блять, на стуле, братан? Тебе не кажется, что это слишком? Вот чуть-чуть. Опачки, а вот и мухоморчик для лесничка, прямо возле танчика. Нормально. А вот и второй грибочек, прямо под кустиком. Хм... Надо найти третий, и дело сделано. А вот и третий гриб, прямиком под елкой. Нихера себе заныкли грибочки, вот это они, конечно, проросли. Ну, лесник зато будет доволен, грибы нашли вкусные на зиму. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала, меня зовут Влад, мы с вами продолжаем играть в Золотой Абосс 2. Так, ну что ж, сегодня у нас, ребят, первостепенная задача добыть для нас шмот. Вроде как появилась ситуация, при которой мы можем попасть на территорию янтаря. Узнать у Сахарова, что там у нас, собственно говоря, с этим кладом делается, где его искать, да и как... Точнее, где искать артефакт, для того, чтобы найти клад, короче, там просто огромная запутанная цепочка. И сейчас остановит, ребят, найти шмот, потому что мы голенькие, то есть вообще ноль у нас, тос, пистолеты и тут уже хабара порядком, но все это, блин, некуда зевать. Я, кстати, я нашел там в туннеле, помните туннель, в который стрелок убегал в чистом небе, который потом подрывался. Так вот, я там нашел упаковку конденсаторов, не знаю, зачем они нужны, но, наверное, для чего-то будут нужны позднее, поэтому... Решил их просто подобрать. Мухоморы для этого, для лесника я смог найти, сейчас меня ему отдам. Скорее всего, он нам опять покажет какие-то тайники свои, а может быть и нет, хер его знает. Сейчас узнаем. Знаешься, дедуля, я мухоморы принес, они? Да, они. Ой, как выручил старика, век не забуду. Вот, возьми за помощь, чем богат. Да, я не за награду, дружище. Бери, бери, лишнего не будет. Рюкзак, минералка и 500 рублей. Нормально. Чем тебе еще помочь, старенький? Да, есть небольшая просьба, у меня приятель живет в Медвежьем углу. Это недалеко отсюда, я ему обещал мази свои принести, но что-то никак не соберусь. Не мог бы ты сбегать, я себе метку на переход поставлю. Давай, схожу. Почему нет? Бабла уже 3400, на самом деле, я, наверное, сейчас думаю, что есть смысл прокачать наш ТОС, как минимум на уменьшение веса. Так, удобность, отдача, так, надежность, надежность, так, отдачу уменьшим. Не люблю отдачу. Надежность вещь хорошая, на самом деле, очень хорошая вещь. Вот так пока сделаем, все бабки спустили. В пистолете можно включать темп огня, стильность. Ну, пистолет пока не смысл вкачивать, поэтому хрен с ним. С пистолетом-то пусть будет. Так, отлично, отлично, пока все это неплохо, нам дали какую-то херню. Божечки ты мой, мазь, лесник просил. Я не знаю, что это такое, ребят, это какие-то глаза мышей в зеленой кислоте, блять, просто пиздец. Такую мазью только, не знаю, до костей прожигать кожу. Поэтому, а идти далеко-то или нет? Куда идти-то, господи, дед? Медвежий твой хер, где? Ёп твою мать, в смысле, новая локация какая-то, что ли? Да ты гонишь. В медвежий угол, блять, звучит стремно, там что, реально медведи водятся? Аномалия Стоунхендж? В смысле, такие камни по кругу стоят или что? Ёп твою налево, ничего себе. Чаще. Тут какой-то завод, ээээ... Так. Аскольд, мне нужен срочно шмот. Я новую локацию открыл, причем какую-то очень интересную. Дружище, нужен шмот, срочно, броник, любой. Вот у тебя кто-то сдох в аномалии, да, или от мутантов? Вот порванное это говно, дай мне просто, и все, как бы, и разошлись. Не, я поделал, братан, мне нужен броник. Говорят, долго очень даже ничего защита. Ты бы что, полегче попросил? А что, вообще нету? Ладно, придется в Лиманский теголым. А зачем тебе в Лиманск? А вот любопытные варвари на базаре нос оторвали. Так, а кстати, тоже заинтересован в успешной финале. Я хочу, чтобы ты вернулся живым и невредимым из Лиманска и смог пробраться на Янтарь, отключить извлечителя окончательно, защитив сталкеров от пагубного действия и птиц извлечения и сохранив множество жизней. Ох, как он, видите, сразу видите, дотошно, как он продумал, что типа надо спасать жизнь. Боже, как у него рожа, блин. Сильвестерс в столовой. Стоит такой прям напыщенный. Так, ты дашь броник или нет? Дам, но извини, за так не могу. Выполни пару моих небольших поручений, и я тебе дам то, что ты просишь. Давай сразу, что делать? Ну, для начала нужно еще тот же склад мутантов, плоти, может пара кабанчиков с ними... А, окей, вообще, вообще проблем нету где? Просто покажи точку. Точка, точка, блядь, ну что ж так далеко? Ну, сука, ну... Я понимаю, что я бегаю как... Кстати, надо воды попить. Воды попить, индикатор горит, я все не вижу. Где моя фляжка с водой? О! Теперь мне на всю выносливость просто могу летать, прыгать, как... Пархай, как бабочка, жаль, как пчела. Это сейчас наш девиз точно, вот, сто процентов. Так, ладно. Квэз же стоит на... Правильно, да? На, разминка костей. Уничтожить склад мутантов. Разминка костей, ребят. Представляете? Это разминка. Тут уже батя, наверное, этих, снорков 20 положил до этого, а сейчас вот только разминка начинается. Нормально, нормально. Все в порядке вещей. Так, у нас пистоль есть. А, пустой, пустой тост, он же после прокачки, точно. Как я мог забыть? Наш тост теперь просто прокачан. Надо будет добить его до конца. Опа, я вижу какое-то говно. Это мы здесь, на месте? Ага, ну я смотрю, какие-то плотики бегают. Здравствуйте! Здравствуйте! Как жизнь? Ой, в бочину! Ой, два патрона. Ой, сдохло. Так, так, так. Ох, ох, ох. Ничего себе, ничего себе! Опасно! Опасно! Ёб твою мать! Тихо, тихо, кабан, кабан, горящий кабан, сука! Кабан сатаны, блядь! Успокойтесь! Где он? Дружище, дружище, пожалуйста, все, фу! Так, кровоточку остановили. Ебать, я чуть не обосрался. Вы видели, блядь, горящий кабан бежал? Призрачный гонщик, блядь, херов. В пределах ЧСУ. Так, здесь, кстати, надо со всех этих мутантов срезать части тела, потому что их сталкеры покупают абсолютно все. То есть, на них можно подниматься. Я ноги с норков продавал по 250, бабла поднял просто немерено. Так, все, обратно бежим. О боже, челночный бег! Обожаю тебя вовек! Блин, новый трек сочнил, ребят. Надо будет запатентовать его и вместе с Оксимироном спеть. Так, ладно. Надеюсь, следующее поручение будет немножко получше, какое-то более интересное, потому что, ну, убить стадо... Нет, я, конечно, понимаю, что призрачный кабан это сильно, но у нас ТОЗ. Я с ТОЗом боюсь, ну, не знаю. Вот, ну, библиотекаря, может быть, засал бы чуть-чуть. Капельку. С ТОЗиком. Но, вот, чтоб я забоялся какой-то платяшки, ну, нет, нет, нет. Точно нет. Антипохмелин? Незаменимый препарат после введения радиации. Списает от похмелья с синдромом головной боли. Опа! Вот это мы лютые таблетки нашли. То есть, можно будет еще конкретно затариться водярой в себя, если будет много радиации, и потом бахнуть антипохмелин. Четко. Так, патанты уничтожены. Я в тебе не сомневался. Теперь следующее задание. При определенных обстоятельствах я узнал, что рядом с туннелем, который ведет к аномалии, симбиот, либо внутри ее спиртный тайник, которым важны для долга документы. Я послал своих ребят, но они ничего не нашли. Поищи-ка ты. Так, ну место я знаю, где находится, да? Я там бывал раза три-четыре уже, но я там тоже, кстати, искал всякие херни. Ну, было интересно, там все-таки, может быть, что-то находится. И там ничего не было. То есть, скорее всего, сейчас там что-то появилось. Что-то вот очень интересное. Так, а нам куда? Блин, вот, мне кажется, рыжий лес, это, наверное, чуть ли не единственное место в этой игре, где я реально теряюсь, блядь. Вот просто... Ай! Вот просто бежишь, хер пойми, куда? Зачем? Справа лес, слева лес. Вот просто, ну вот, ну куда? Ну вот где-то сейчас налево, тут надо сейчас быть, вот, будет туннельчик. Его, главное, еще не просрать, потому что он там заныкан, блин, в кучеряхи какие-то. Ааааа! Опять очко загорелось! Боже! У меня эти химические аномалии вызывают столько ненависти уже, это просто вы бы знали. Вы бы просто знали, ребят. Так, стоп, где вход в эту херню? Тихо-тихо-тихо-тихо, это вход на тот свет, мне-не-не-не это нужно. Мне нужна дырка, дырка в горе, вот, дырка в горе. Так, документы, нет документов. Окей, ищем. Туннель-то мы нашли. Черепа, это вроде не документы, нет. Внутри, здесь, ничего нету, отлично. Так, подсели, посмотрели, вроде бы все пусто. Здесь, ничего нету, тут, ничего нету. Твою мать, и где же они могут быть? Все, как бы, туннель кончился, вот в чем прикол. Вот в чем прикол-то, понимаешь, туннель тоже кончился, а я ничего не нашел. Обидно. Так, тут есть небольшое ответвление налево, ааа, да? Здесь есть документы, документы. Очень важные для долга документы, спрятанные в туннеле. Вот что они тут делают, я не понимаю. И где они, тоже я не понимаю. Но туннель кончился, а документов нет. Здесь, может быть, нет. Так, ну, че за дела такие? Документы, это, как бы, бумажка, валяющаяся, как бы, это, ну, вещь, которую тяжело заныкать, вот просто так. То есть, конечно, скрутить ее в трубочку и затолкать себе в очко, то, конечно, можно спрятать куда угодно, но... Ёп, пошел налево, ну, куда, куда, че, могли заныкать-то, я не понимаю. А, сейф, твою налево. Здрасте, приехали. А, откуда я знаю пароль? Так, стоп, сейф это круто, но... Один, два, три, четыре? Ага. Ага, весело, весело, ребят, весело. Мне нравится такой подход. Я нашел сейф какой-то непонятный, но... Это не документы, и я не знаю пароля. Печалька. Да, блин, где ж тут хоть че-нибудь-то, ё-моё. Че за дела такие? Бойцы долго искали, не нашли. А я че, и сыщик, что ли? Звоните Шердаку Холмсу. Может, он че найдет? Здесь нету, ровно вообще там ни хера, кроме того сейфа. Но я не знаю пароля от сейфа вообще никакого. Интересненько, интересненько, что-то у вас, блядь, кони пляшут. Так, ребят, я нашел, собственно, тайник. Это адский пиздец, просто выносящий мозг куда-то, блядь, в ебеня пиздунский за три вселенных. В ад, просто. Вот, у меня сейчас стоит минимальное количество травы. То есть, вот сейчас это минимальное количество травы. То есть, меньше не бывает. Осталось растительное столько больших комплектов, типа, кусты, кустарники, деревья. И, как бы, ну, вы видите сами, что не видно ни черта, вроде бы, да? То есть, ну, это минималка травы стоит. Знаете, не находится тайник? Он не находится в туннеле, ясенхер, он находится вот здесь. Вот его сейчас видно, вот просто подумайте. Вот его сейчас просто видно хотя бы на секундочку. Нет, блядь, я не знаю, кого нужно было найти, это просто адский трындец. Он находится вот здесь. И документы еще не просто валяются, они находятся в виде тайника. В виде, мать его... Так, стоп, а где он, ребят? А, вот он! О, я прям... Я даже, видите, когда уже знаю, где он, я его не с первого раза нашел. Вот он лежит, сундучок. Находится внутри у него большой медкомплект первой помощи. И, собственно говоря, документы... Папка с документами. Документы из тайника, которые нужны Аскольду. Окей, забираем. Бежим к нему обратно. Ну, это не знаю, это тотальный трындец. Я, кстати, здесь посмотрел разные весовые категории. Здесь у некоторых вещей какие-то неадекватные, короче, веса написаны. Что-то типа нога с норка 4 килограмма. Ну... Аааа, сука, я на всю выгорел, бляха-муха, боже, аптечек больше нет, блин, этот лес это просто адская садомия, шаг лево, шаг вправо, сдох, я люблю бегать, это вот мод реально, это мой кошмар, я уже плачу, рыдаю как сучка, сами посудите, здесь большинство квестов на поиск, здесь нельзя нормально побегать, потому что везде аномалии, это вот просто лютый ад, лютейший, для меня это просто худшее, что могло произойти, ладно, пока что продвигаемся, сейчас, надеюсь, нам вот этот броник, или надо еще какой-то квест сделать, надеюсь, что нет, мы и так уже выполнили два квеста для него, так что хоре, пусть гобу закатает, как бы, так, о чем мы такие уставшие, а, у нас сила упала, бля, я не знаю, у нас чувак на самом деле, он какой-то вот, ну, он жрет просто как Майкл Фелпс, нет, понятно, что Майкл Фелпс, Майкл Фелпс жрет в день 5000 калорий, просто потому что он мутант, блядь, ебучий, который выиграл 19 золотых олимпийских медалей по плаванию, а что касаемо нас, ну, я понимаю, что мы спринтеры по челночному бегу, но этот чувак постоянно хочет пить, опять индикатор питья, и постоянно хочет жрать, я не знаю, что у нас, блядь, за пищеварительная система, но она перерабатывает все просто как ядерный реактор. Так, они? Да, они, думаю, тут много полезной информации для начальства долга, вот, только, чтобы ее передать, нужно попасть на юг зоны, но это сделать пока что невозможно, из-за исключения, столько времени будет потеряно. Так, дай мне броник, и я смогу ускорить процесс открытия дороги на юг. А, да, броник, держи, ты хорошо нам помог, удачи, сталкер. Отлично, мы получили себе бронежилет, а не ахти, что, конечно, PCM, универсальная защита, сойдет, в принципе, нормалды, но я пока не хочу отправляться на территорию Беса, потом Лиманск, все дела, в пизду. Для начала, ребят, посмотрим локацию под названием, ааа, Медвежий угол. Что ж там за угол такой? Медвежий. Так, лодырики, нам куда, нам нужно выходить? А, старый добрый выход, я понял, я понял. У нас сейчас все плохо с хпшкой, блин, может, воды затарить, натуре, надо зайти сейчас воды, наверное, себе залить, ребят. Ну, то, что он хочет пить постоянно, это трындец. Это, конечно, трындец. Так, а где, где наша фляжка? Ага, фляжка пустая, ну, зашибись. Фляжка пустая. Мы, кстати, картохи понабрали у него, тут, 50 штук. Не знаю, зачем она мне, но я подобрал картоху. Кто молодозелен? Молодозелен, так, налили водички, выпили, набрали еще раз. Все, можем отправляться с чистой совестью на территории Медвежьего Угла. Опа, приготовить еду? Нифига себе, жарить сало, печь картоху. Давай, 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 родной. Давай, гори. Хорошо, хорошо идет. Разогреть консерву. Жарить сало, сала у нас нет, только картохи у нас много было. Отлично. Нифига себе функционал. Ну-ка, давай сейчас посмотрим. Разогретая консерва, восстановление здоровья. О, восстановление здоровья, это хорошо. Так, сардины, а где наша картошка? Вот у нас была обычная. А, все печеная, печеная. Испекли всю картоху, которая у нас была, 50 штук. Нормально, нормально. Она еще хпшки регенерирует. А можно поставить ее сюда вместо консервы? Зашибись. Все, вот теперь мы точно готовы идти к Медведю. Вперед. Так, Медвежий угол отдать Мась Ивановичу. Здание обновлено. Нифига себе, здесь как все кошерно, ребят. Слушайте, как красотень. Цветочки растут, непонятные аномалии. Так. Справа чаще, слева аномалия Стоунхендж. О которой мы посмотрим что-то позже. Я представляю, что там за красота. Скорее всего, что-то очень прикольное. Так, стоп, там уже песики. Ну, песики, это как бы нормально. Тихо. Тихо, крупный рогатый скот. Здравствуйте, здравствуйте. Очень рогатый, очень клыкатый. Ребят, ребят, я свой. Тихо, тихо, тихо. Дружище, блядь, двух патронов не умирает. Ёб твою мать. Что за жир жирный? А, вижу. Твою налево. Спокойно, спокойно. О, какой тут рубачок. Здравствуйте. Слышь, да он умрет или нет? Что за херня? Гошу, гошу, блядь, ему похеру. Он говорит, жру дробь, мне бы насрать. Жру дробь, паркуюсь, где хочу. Так, где стоп свин? Это организация стоп свин. Пожалуйста, вы бегаете не там, где нужно. Вы припаркованы вторым рядом в этом лесу. Все, все. Нет, блядь. Тихо. Чуть не обосрался. Со спины, зараза, зашел. О! Хорошо, хорошо пошло. Так, отрезаем мутанта часть. Они неплохо стоят. Хотя нет, кабани лапки стоят на самом деле очень мало, дешево. То есть никому они, блядь, не нужны. Странно, что мы не отрезаем башку. У них очень уникальная башка. Там у них, по-моему, 4 уха, 4 глаза, блядь, все дела. Так, тайник есть какой-нибудь? Нет, тайника нету. Печально. Я был настроен на тайничок. Так, еще один кабанчик. Можешь посмотреть сначала Стоунхендж, он тут, в принципе, походу рядом. Там вон какие-то огни летают. Там, правда, собак, сука, как нерезанных. А, вот так вот. Ох ты, сука! Я обосрался, ребят! Че-то было! Ох, ёпт твою мать! Стоунхендж! Вот знал, что надо было туда не идти. Вот воняло там не очень. Бля, хомуха. Собаки не умирают, что с одного выстрела дроби. Что за говно такое? Бронированные псы. Ох ты, сука! Я ей прям в ебасос со всей дроби. Говорит, на, держи, лех, блядь! Вот тебе вся дробь, что у меня есть, сука! Подавись, падаль! Бля, кровоточка. Гав, 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 блядь! Шавка ебучая. Трындец просто, как она сиганула. Я чуть... Не потерялся. Здравствуйте! Ой, еще одна шмара. Всех перевалили. Ах, аж полегчало. Бля, какие нестремные собака. Так, все, посрезали. Даже особо париться не буду. Я хотел просто посмотреть на аномалию. Аномалия жутко красивая. Посмотрите, какая херня. Там артефакт бегает внутри, кстати, видно. А у нас нет детектора. Печально. Ну, не совсем Стоунхендж, но, в принципе, нет, конечно, это Стоунхендж. То есть, ну, в смысле, какая-то камневая вот такая аномалия смотрится очень даже неплохо. Мне нравится. Я просто думал, что будет прям идеальная копия Стоунхенджа. Типа, камни по кругу, все дела, в дворе, да? Так, а вот тут у нас, я так понимаю, собственно, домик Иваныча. Даже вышка своя есть. Зачем человеку вышка, если он здесь один живет? Типа, сам увидел врага, а сам пошел защищаться. А, вот и Иваныч. Так, сначала... Здорово, живая душа. Здорово, здорово. Сначала я приходу, у тебя все, что здесь есть. Как бы тебе не нужно, ты человек обычный. Так, у него здесь нихера себе. Прям музей восковых фигур. Смотри, как настоящий, блядь. Вот это да. Ох, ты точильный станок. Кабанчик. Вот, я же говорил, у них, ребят, видите, четыре уха, у них не два уха. Блин, это какие-то странные глаза. Кошачка. Так, здесь, походу, надо водичку набирать, да? Или нет? Нет, не здесь. Пожарная система, кирпичи на расстройку. Слушайте, у них здесь прям все есть, ребят. Живет в достатке. Прям вот, ну, пипец просто. Два станка, это какой-то очень большой, не знаю, полукомбайн. Нихера себе, детка, здесь хата прям неплохая, неплохая. Ох, ты ничего себе! Так, забрал еще один конденсатор. Зачем он, я не знаю. Ну, собираю пока что. Наверное, пригодится. Так. Ну, блин, прикольно. Он, походу, еще и шарит в технике. Это круто. А что ж ты здесь один живешь? Позвал бы сюда лесника к себе. Было бы, наверное, получше. Здорово. Приветствую тебя, сталкер. Кимов ветром занеслось тебя сюда. Я от лесника. Меня с этим фиксом зовут. Вот мать принес. А, вот оно что. Я, Иваныч, за мать спасибо. Давно уже ее жду. Да, не за что. Ладно, я пойду. Погодь. Не могу ты мне услугу оказать одну. Я вчера по лесу гулял и кое-где записную книжку посеял. Пошу-ка, а я пока гостиницу для лесника подготовлю. Некрасиво с пустыми руками тебя обратно отправлять. Хорошо, пойду поищу. Иваныч, а что это за зверь такой? Вроде не агрессивный. Это Васька. Я его еще котенком в этом лесу нашел. Его два кабана зажали под поваленным деревом. Доставать пытался. Я его отбил у кабанов, взял к себе. Покормил, раны залечил. Он ко мне привязался. Всегда со мной, куда бы я ни шел. Вот так вот. Какой Васька, блядь. Дед, походу, обдолбался что-то. Не знаю, какой-то дури, блядь. Какой нахуй Васька? Так, надо продать ему сразу вот эти все копыта. Видите, нихера не стоит. Снорковские ноги больше стоят. Про какого кота он говорил, блядь? Алло. Ты что, дед? А, вот этот, что ли? Ты что, живой? А, натури живой. Ты, смотри, шевелится. Твою мать! Ну и рожа, пиздец просто. Я в Дэдспейсе такого говна не видел. Ничего себе, тут у деда запасы. Тут можно... Самогонные аппараты стоят. Ясно, блядь, ясно. Опа. Какой-то херь нашел. Банк канифоли. Зачем я это собираю? Я пока не знаю. Ну, блядь. Ничего себе, тут у деда. Ты смотри. Тут можно ужираться просто в усмерть. А дед-то не такой простой, как оказался. Ага. Тут прям все устроено. Благо уха... Так, а что за сундучок? Сундучок какой-то интересный, блядь. У него тут всего дохерища. Просто дохерища. Обалдеть. Так, окей. Что там по поводу квеста? Есть какие-то метки вообще, где искать-то? Так, записная книжка. Найти записную книжку где-то в лесу. Че, блядь? В смысле? Просто без подсказок где-то в лесу найти книжку? Я, конечно, все понимаю, но... У меня нет такой системы вот в этом. Системы в мозгу вот. Эти вот интеллектуальные чертоги, как у Шерлока Холмса. Это просто, ну... Найти книжку в лесу. Это... Это как бы нормально или нет? Просто найди книжку в лесу, блядь. Здрасте. А может еще попроще, не знаю. Давайте убить контролера, там, не знаю. Найти артефакт... Жизнь, не знаю, жоры. Просто книжку в лесу. Ёпту вашу налево. Идею искать-то? В смысле, локация-то я понимаю, что она как бы... Не особо имеет много в себе объектов, но... Она крупная. Охренительная история, ребят. Ну ладно, будем искать, попытаемся. Если нет, то нет, как бы. Молодой человек, не подскажете, где находится книжка Ивановича, которую он где-то здесь проебал ниже сноги на всей локации? Вы здесь вроде бы давно лежите, я должен все знать. Так, идти направо... Поваленное дерево... А, спасибо, спасибо, да, да, мир вам пухом это, упокойтесь, хорошо. Да, все, удачки, давай, спасибо. Так, ну, видите, парень спас, слава богу, парень попался хороший. Подсказал, он сказал, идти куда-то направо, к поваленному дереву. Так, поваленное дерево я вижу, а записной книжки пока что я не вижу. Так, и где же она находится, ёпту твою мать? Поваленное дерево я нашел, а записную книжку нет. Как бы, чё, обманул меня, что ли, блядь? Меня трупы начали обманывать? Это вообще законно, нахуй? Эмм, книжка. Книжечка. Ты где? А, вот, еще одно дерево повалено. Может быть, здесь, блядь? Я просто не... А, все, все, все. Спасибо, господи ты, боже мой. Ребят, видите, вот трупы, трупы. Они, мои ребята, очень талантливые, помогают всем. Я, кстати, опять хочу пить. Да ты заебал, блядь, гребаный водолей, сука. В него вливается больше, чем я не знаю. Я уже выпил за 40 минут игры, наверное, 5 фляжек или 6. Это с устроен того, что я пил еще минералку, газировку, всякую херню. В него вливается больше, чем, не знаю, сука, в одноопорную башню или пожарную машину. Так, ладно, нашли. Спасибо, спасибо склепу Георгию. Или Сергею, или Юрию, я пока не знаю, кого зовут. Вот, Иваныч, вот вы записная книжка, не теряй больше. Вот это спасибо, выручил. А это мой фирменный самогон. Две бутылки леснику отдашь, а одну себе оставишь. Ладно, спасибо, попробую. Удачки. Так, тебе ничего продать нельзя больше. А, еще чтобы у меня появились такие глазки, вот. Еще тебе надо слить. Ну, вроде бы все. Мы получили фирменный самогон от Иваныча, блядь. Эх, ёб твою мать. Восстановление здоровья плюс три. Вот это я понимаю, ребят. Вот это я понимаю. Ёбнул водяры, хп-шку пополнил, прям полегчало. Блин, аномалия красивая. У меня, конечно, детектора было вообще шикарно, но, к сожалению, его нету. Ладно, отправляемся обратно к леснику. Так, на мою прибыль, она что-то стала так вдруг темно, блядь, как в аду. Ёб твою мать. Че случилось-то, я что-то не понял. Ребят, а че произошло? Че, ночь прям настала? Нежданно, негаданно наступила ночь или что? Кстати, а че с этой аптечкой большой делать? Ее можно как-то разобрать или нет? Сейчас нажму используюсь, она как используется, блядь, и все, пиздец. Если что-то внутри, то надо достать, конечно же, но я пока не в курсах, поэтому париться не будем. У нас вроде бы фулл хп и насрать. Насрать. Вот есть такое, как бы, подразделение в войске. Рать. И вот насрать. Так, надо, блядь, надо пожрать, у меня что-то все плохо. А! Неизвестно, кстати, почему я не на полную энергию. А, опять он воды захотел. Боже ты мой! Гребаный ты колодец бездонный. Давай, пей! Два метра пробежал, хочу пить. Зашибись просто. Дружище. Был я у Иваныча, отблагодарил за мазь и вот передал. А, самогоночка, это хорошо. А тебе он хоть дал? Да, дал бутылочку. Вот и ладненько, это тебе от меня, спасибо за помощь. Получил, например, колючка и тысяча бабла. Скиф, не могу ты еще раз разок носить старика, просьба к тебе имеется. В смысле? А, Иваныч просит тебя, чтобы я к нему заскочил, божечки. Так, полтрашка, чтобы починить костюм, это надо. Магазин. Я пока пистолетом вообще не пользуюсь, поэтому насрать. А вот по поводу Тозика, ремонт нужен. Нужен ремонт, блядь, ломается. Просто люто, стоимость просто охереть. Так, слушайте, ну я пока даже по сюжету идти не хочу как-то особо. Сейчас начнутся Шурымуры, Лиманск, все дела. Так что, слушайте, я думаю, в принципе, сходить еще раз до Иваныча было бы неплохо. Тут ведь это, господи, два метра, поэтому не проблема. Челночный бег, наше все. Так, а вот, кстати говоря, в этом лесу ночью не так уж и красиво. Что-то темно, но вроде бы я всех мутантов в прошлый раз убил, поэтому нормально. Вроде бы никого нет. Так, да пожалуйста, давай только нормальный квест из разряда, ну вот, без поиска всякого... О, говна. Пожалуйста. Па-пожалуйста. Так, дружище, что ты хотел-то? Что? Иваныч, что за просьба? Да так, сущий пустяк. Я тут хотел огурцы посетить. Твою мать, ну ты шутишь, что ли? Но, сам понимаешь, нужны семена. У бармена точно они должны быть. Но я уже не в том возрасте, чтобы через сезон этот этап топать. Как будешь в баре, поспрашивай у бармена насчет семян. А я не обижусь наградой. Ёб твою мать, хорошо поищу, сука. Я бежал через всю локацию, чтобы узнать... Ах, какие интересные квесты поперли. Ты смотри, прям один за одним, брод. Я прям не могу даже освободиться от этого ощущения удовлетворения, что вот, блядь, какие интересные квесты. Нашел записанную книжку на всей локации, блядь, ищи сам. Иди поищи семечки для огурцов у бармена. Ох, блядь, вот квесты, это квесты. Ты смотри, какие лютые. Да уж, дико, это хорошо. Так, ладно, сейчас надо поговорить с Бесом, сказать, что мы раздобыли броник. Правда, без шлема еще, но как бы это насрать. Стволы какие-никакие есть. Я, правда, не знаю, какие там стволы у Монолита. Есть там какие-то винторезы, гаусс-пушки и так далее. То нам жопа в любом случае. Да, но так, в принципе, окей. Тут же курча парней в экзиках, почему не мог пойти со мной, блядь? Это что-то немножко напрягает. Грин Драгон, блядь, дал бы мне, было бы вообще супер бы. Бес, я раздобыл броник. Отлично, но броник это пол... пол победы. Еще пол... а, пол беды. Еще пол беды оружия и патроны. У меня в наличии нет ни того, ни того. Блядь, ты вообще куда собрался? Что за группировка такая, бомжи каких-то, боже. Но есть информация... Как-то я наткнулся на труп сталкера. У него, напогда, была информация. Сделал тайник в режим лесу, южнее автобусной остановки. В нем координаты жирной нычки со стволом и в Лиманские. Я тогда поискал, но не нашел. Решил, что уже нашли. А вдруг это я плохо смотрел? Пойди-ка ты еще раз глянь, это наш пока единственный шанс. Окей, пойду гляну, божечки. Привет, брат! Так, где эта нычка находится-то? Где нычка он пометил, нет? Медик. Лидер. Шахты. Это что такое? Я здесь не был. А, в шахтах уже находятся эти... Господи, я понял. Я понял, там находится грех. Так, стоп, а где? Где найти ПДА-то? А, что? Нет, это огурцы. Бест рассказал про тайник, в котором есть ПДА с градиантами тайника в Лиманске. Тайник нужно искать южнее автобусной остановки. Так, мне все равно придется идти сейчас, получается, в Лиманск. И там уже искать южнее автобусной остановки какой-то тайник. Зашибись. Я думаю, ребят, мы этим займемся чутка позже, а пока что мы там закончим. А, ну, пока что хочется сказать вот что. Мод немножечко капельку на всю голову бредовый. В плане, вот, пока что квестов, сюжет, в принципе, немножечко интересен. Совсем, сука, капельку. Ну, найти какой-то клад. Клад находится в шахтах. Шахты охраняются грехом. Чтобы отбить грех, нам нужно найти артефакт какой-то. Блядь, как по мне, может быть проще убить просто грех. Да и все. Столько подводных камней, что трындец. Ну и квесты, а-ля челнок, немножко начинают напрягать. Ну, пока что не сильно. Самое доставущее, это наш аппетит. Потому что мы жрем и пьем, как, блядь, не знаю, минотавр какой-то. И это напрягает. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачки. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok